Подробнее тему обсудим с профессором, деканом экономического факультета Пермского классического университета Татьяной. Миролюбовая Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если говорить об этом показателе, о том, что самый высокий показатель собственных доходов бюджета Перми и в целом по России зафиксирован, вот как вы в целом оцениваете данный показатель? Ну, надо сказать, что это очень хороший показатель. Высокие собственные доходы города на душу населения, они по плану бюджета 2024 года будут 27,9 тысяч рублей на человека. И, безусловно, это отражает существующую на сегодня в городе картину по экономической деятельности в силу того, что ряд как раз отраслей предприятий, которые расположены в городе Перми, они демонстрируют положительную, позитивную динамику экономического развития. Это предприятия, связанные с машиностроительными предприятиями, потом другие предприятия самых разных отраслей, которые, несмотря на санкции экономические, не только не ухудшили свои показатели, но и даже улучшили. На ваш взгляд, насколько такой показатель точно отражает положение Пермского окраина на фоне других регионов? Как мы по сравнению с ними выглядим? Ну, хотела бы отметить, что следует различать Пермский край и город Пермь, поскольку это разные субъекты. И с точки зрения города, мы говорим о рейтинге существующем, понятно, что здесь город Пермь впереди оказался по именно показателю доходов населения. Возникает вопрос, у жителей однозначно возникнет вопрос, а что, если у нас такие замечательные доходы, почему же у нас не хватает денег на все-все-все, что хочется? Дело в том, что помимо собственных доходов бюджета, бюджеты городов формируются на основе межбюджетных трансферов с бюджетов вышестоящих уровней. И вот здесь как раз Пермский край, я бы так сказала, недополучает с этих позиций, по сравнению с другими городами-миллионниками, средства, например, с федерального бюджета или, очевидно, региональный бюджет тоже не так много тратит. Если посмотрим на Казань, например, то здесь получается, что Пермь обогнала Казань, но если мы приедем в Казань, мы увидим множество различий с точки зрения благоустройства и всего прочего. А это как раз достигается за счет того, что Казань очень активно привлекает федеральные средства, федеральные ресурсы федерального бюджета. И вот в этой части как раз, к сожалению, город Пермь обделен в определенной степени. Поэтому и по расходам бюджета мы оказались не впереди. То есть по доходам, да, город Пермь оказался впереди других городов, а вот по расходам он примерно на среднем уровне среди других городов. Вот даже почитаю, по данным исследования, больше всего город тратит денег на сферу образования, меньше на окружающую среду и социальную политику, отмечают эксперты. Вот на ваш взгляд, подтверждает ли это социальную направленность бюджета? Социальную направленность бюджета, безусловно, подтверждает, поскольку образование является той функцией, которая финансируется именно на муниципальном уровне. То есть это полномочия именно муниципалитета. И я бы также отметила, что достаточно много Пермский край тратит и на, например, транспортную отрасль, на модернизацию, на содержание транспортной отрасли. А это тоже направлено на человека, на удобство жителей города Перми. И поэтому, хотя, конечно, транспортная сфера не относится к социальной сфере, но ее содержание, расходы на нее из бюджета удовлетворяют очень важную потребность населения. Поэтому я бы сказала, что действительно, да, бюджет города является социально направленным. Татьяна Васильевна, вам большое спасибо за комментарий. А я еще раз напомню, что высокий показатель собственных доходов бюджета Перми мы обсудили с профессором, деканом экономического факультета Пермского классического университета Татьяной Миролюбовой. Редактор субтитров А.Семкин